Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, глава СССР Управления Латвии Гинц Каминский у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Может быть, начнем с вопроса, наверное, с такой темы, которая сейчас ключевая, наверное, одна из главных новостей в стране. Это вот проект административно-региональной реформы, который запускает новый министр среды и регионального развития господин Пуце. Ну, если так вкратце, те, кто следят за новостями, наверное, в курсе, что из 119 самоправлений господин Пуце задумал путем, я так понимаю, объединения, создания региональных центров, оставить 35. Но это то, что мы сейчас знаем как бы официально. И еще мы знаем, что реформу хотят провести быстрыми ударными темпами, чтобы уже следующие выборы самоправления в июне 2021 года прошли вот по новой системе. Что знаете вы, вот как представительство самоправлений, какая у вас есть информация, готовы ли министерства на какой-то диалог, выслушать ваше мнение, предложение и так далее? Спасибо. Конечно, информация, которую вы сейчас согласили, это то, что мы слышим и в медиа, то, что мы читаем в прессе, ну, практически такая она и есть. С другой стороны, нам бы хотелось, чтобы не только просто информации, просто опять насчет карты или насчет границ той или иной самоправлений, но показать, как достичь и самое главное, что это даст людям, которые живут в той или иной территории. Потому что у нас есть территории, которые остаются такие же, как в данный момент границы, есть маленькие территории, есть большие территории. И мы знаем, ну, например, около Риги или Пирига одна из территорий, где Гаркаланы, Царниково, а даже там даже из Гаркаланы, нельзя будет, ну, по-прямому достичь свой центр нового, или самоуправления. Ну, опять, ну, это только говорит о том, что, наверное, ну, те шаги опять, которые делаются, ну, может, не так-то правильные. Ну, вот, если послушать министров, и, может быть, те, кто поддерживает реформу, до конкретизации, вот пока не доходит дело до конкретного края, о котором вы говорите, да, вроде бы все так вот кажется очень логично, обоснованно, потому что, ну, что говорят министры, чиновники, многие политики, что вот демографическая ситуация такая, какая она есть, количество населения сокращается, особенно это происходит в провинции, да, понятно, что люди ищут работу, переезжают в города или вообще уезжают из Латвии. И вот это очень накладно в результате финансировать все вот эти самоправления, которые датируются с государства, из фонда выравнивания, ну, это вот общие такие разговоры. Поэтому вот нужно каким-то образом это укрупнять, это будет выгоднее для жителей и более, не знаю, меньше затраты. Вот этот второй ответ. Правильно вы говорите, ну, что-то говорится, ну, как, ну, не знаю, перед выборами. Мы говорим, хотим то, то, то сделать. Но сейчас уже пришло то время, как это сделать. Каким образом, какие должны быть эти шаги, например, та же демография. Но если объединить три территории, три самоуправления, как от этого демографию мы будем решать? Потому что не только, ну, границы той или иной территории сразу дают эффект. Мы слышим, что никто, мы, например, не против, чтобы сделать экономически сильнее самоуправление. Кто против, да? Никто, никто. Но опять вопрос как. Если мы слышим, что и экономисты банков говорят, что эффекта, ну, они не видят в данный момент, то опять нужно, ну, стать осторожным и прислушаться, и искать ответ. И самое главное, чтобы, ну, зачем мы делаем вообще ту или иную реформу? Мы делаем, чтобы людям стало лучше. Если цель, ну, в данный момент поставлена, то нужно сказать, какой путь будет самый правильный, чтобы достичь эту цель. Мы знаем, что дороги тоже в Латвии, ну, не очень хорошие, но это мягко сказано, наверное. Ну, как мы будем передвигаться по территории? Будут дополнительные средства? В этом году мы знаем, что 18 миллионов евро мы вкладываем в местные дороги. Это примерно 100 километров во всей Латвии, которые будут улучшаться. Это ничего. Это ничего, я хотел сказать. Что такое 100 километров? Это вообще ничего. Это абсолютно ничего. Опять, ну, громко говорим, что если сделаем... Ну, опять, одна из целей сократить административные растраты. Да. Очень хорошая цель. Ну, абсолютно ничего плохого там. Но опять, если... Зенатные такие... Ученые, да. Ученые говорят, что эффект может быть 1,3%. Ну, опять, ну, это очень маленький эффект. Опять, ну... Тем более, все равно придется на эту реформу затратить большие деньги, я так понимаю. Опять, следующий вопрос. Сколько растрат, сколько будет реформа стоить жителям? Сколько будет предпринимателям стоить? Никто не знает. Мы говорили с торгово-промышленной палатой. И там был опрос, что нужна ли реформа? 78% ответили нужна, 22% ответили, что нет. Абсолютно. Но они, если, может быть, второй вопрос был такой. Знаете ли вы, что собираются сделать? Ну, как сделать, чтобы стало лучше то-то, что мы слышим? То я думаю, что опять те же 78-90% ответили, что не знают. И мы говорим, что это самое главное. Во-первых, знать. Ну, чтобы все ясно было. И, во-вторых, потом говорить об этом нашим жителям. И чтобы люди приняли, могли принять правильное решение. А есть ли у вас хоть какие-то предположения из серии, как этот механизм будет работать? Потому что, ну, когда ты читаешь, там нам сообщается, что будет вот три самых крупных, скажем так, вот этих административных территорий. Это, понятно, Рига, Даугапиус и Лепая, где будет больше, чем 100 тысяч. Ну, хорошо, с Ригой понятно. Что касается, не знаю, Лепая. Это что значит? Ну, условно, присоединят административно вот эти вот другие там, ну, вот эти края. И что дальше? Кто это будет все финансировать? И что это даст жителям? Они и так могут поехать в Лепую? Сегодня не запрещено, да? Ну, да, мы говорили, ну, тоже с Лепой. Если сделать такое самоуправление, ну, какое, ну, сейчас в карте обозначено. Да. То два самоуправления, два новоды остаются без своего представительства в этом самоуправлении. Вообще. Это Вайнёда и Руцава. Так. Понимаешь, ну, что происходит? Ну, это, наверное, неприемлемо. Конечно, Лепа – это, ну, третий город, третье самоуправление по величине. Но как представлять интересы и тех людей, которые живут во всей территории Латвии? Они, конечно, не большинство, но все равно люди там живут. Люди живут, и у них тоже есть, наверное, слово, которое они хотят сказать. Ну, мне кажется, это вообще, по-моему, нарушение Конституции. Как они останутся без представителей самоуправления своих? Ну, да, и потому мы говорим, что нужно, наверное, соблюдать то, что написано в Харте. Да, в европейской. Самоуправлении, да. И так и делать реформу. Но главное, опять, я уже, наверное, третий раз сегодня говорю о том, что жители, люди в Латвии, те, которые принимают решения, не только в Латвии, в нормальном, демократическом государстве нормальном, так должно быть. Да, ну вот кто-то пытается вот в этой карте, с учетом 35, вот то, что хотят сделать 35 административных территорий и 35 самоуправлений, пытается даже проводить параллели вот с временами Латвийской ССР, где было один период 26 районов. И потом 9 городов республиканского значения, и математические 26 плюс 9, вот вам получается 35, да. И кто-то говорит о том, что вот министерство взяло, видимо, те старые карты Латвийской ССР советского времени, и сейчас вот пытается, вот все, как они считают, новое, видимо, хорошо забытое, старое. Действительно есть параллели, или это совершенно какой-то эксперимент, которого никогда не было? Мне не нравится это сравнение, потому что, если так, как вы сейчас говорите, сравнить то время, как делали с карты, но так, то время думали, где поставить сельхозтехнику, как, чтобы поля могли обработать, ну, другая система была. Ну, это, ну, несравненно, по-моему, с данной ситуацией. Десять лет тому назад мы сделали одну реформу, после этой реформы в Латвии это по числу жителей все равно сокращается, как, ну, то же самое, что во всей Европе. Но Латвия девятое по количеству жителей самоуправлений в среднем в Европе. По территории в среднем в Латвии самоуправление шестое место в Европе. Ну, это, ну, да, ну, механически что-то сделать, если это не дает пользу. И самое главное, у нас было дни, дни, ну, нового ДНС. Да. Ну, не краев. Только, только что в пятницу. И очень много, во-первых, мы слушали ученых. Мы слушали независимых ученых, не тех, которым дают задание то или другое, они работают. Но есть независимый взгляд, и там ученые говорили, что таким образом, как сейчас, ну, это ничего не дает. И если, ну, кто-то сказал букву А, я не говорю, но не во всех местах, но опять нужно показать, как это будет работать. И если это будет работать отлично, то люди поймут. Ну, да, то пока перемены ради перемен. Да, вот действительно, все-таки мы знаем, что была вот эта реформа практически, ну, 10 лет тому назад, даже чуточку больше первая. И вам кажется, что та реформа была удачной, потому что сейчас, когда вот одни из сторонников вот новой реформы говорят, вы понимаете, ну, все равно она была неудачной. При этом все равно закрыли глаза на то, что во многих самоуправлениях действительно меньше вот этих, сколько там, 2000 жителей все равно. И тем не менее, то есть реформа прошла уже заранее вот как бы с недостатками. Или все-таки вы считаете, что в целом это была эффективная реформа? Я помню, в то время, как сделали эту реформу, и почему, может, стало больше самоуправления. Там были протесты из маленьких властей, что они тоже хотели сохранить свое место в карте Латвии. Но в то время это, я считаю, что была политическая реформа. И после того, как эта реформа сделана, но не будет в Латвии той ситуации, что математически или с линейкой можно нарисовать какие-то границы, все одинаковые, никогда так не будет. И в данной карте мы видим, что предложения тоже не одинаковые. Есть самоуправления, которые предлагают оставить 12 тысяч, и мы знаем Лепая, Далгопилс, ну, конечно, Рига. Это совсем другое количество жителей. Так что опять, ну, не будет это, что во всех территориях будут жить одинаковое количество. Но мы должны понимать, что мы хотим в будущем. В будущем мы хотим, чтобы, конечно, государство развивалось. Государство может развивать, если хорошая экономика, хорошо поставлено предпринимательство. Это хорошие рабочие места, высокооплачиваемые. Это тоже одна из основ. Это, кстати, очень хорошее замечание. Но я так понимаю, что вот эта реформа, она в какой-то степени, если так можно сказать, в какой-то степени такая вот голая. Потому что, ну, все это красиво нарисовано. Но не сказано, а что это даст. Будут созданы ли новые рабочие места, там придут инвестиции, какие-то европейские фонды. То есть за эту реформу пока нет такой информации, да? Да, но если я тоже скажу, ну, будут новые рабочие места. Ну, это просто так сказать, ну, опять, это ничего не дает. Ну, даже этого не говорят, да? Например, говорят, ну, одно из таких... Ведоклем мнений, да, что если территория побольше, то инвесторы там, ну, больше хотят вкладывать в эту территорию. Ну, как, если присоединить, ну, одну маленькую территорию к большой, как инвесторы сразу в эту территорию будут вкладывать? Мы знаем, например, это V-генераторы, которые хотели поставить жителей, сказали нет. Но там не маленькие самоуправления, там Дуобелы и там Тукумс, довольно большие самоуправления. Так они могут и после реформы сказать нет? Конечно, значит, инвесторам это ничего не дает. Величина или территория ничего не дает. Да, ну, и вы уже сказали о том, что вот только на те деньги, которые выделены на эти вот локальные дороги, можно будет построить только 100 километров. Ну, это в этом году. В этом мы знаем, да, конечно. Ну, нет такого, знаете, вот, когда, я помню, была вот та реформа больше 10 лет тому назад, была попытка сделать такую систему что-то вроде кнута и пряника. То есть, если вы объединяетесь, там, не знаю, какие-то денежки пойдут, в том числе европейские, не знаю, дорогу построим. Сейчас такого нет, да? Сейчас я так слышал из уст господина министра, что вот кто не захочет добровольно, будет принудительно. Ну, министр говорил на счет, что этого пряника будет, он говорил, административные затраты будут уменьшаться. И там 120 миллионов. Так я слышал, как говорил министр. А административные затраты за счет чего? Что количество депутатов уменьшится, да? Ну, не знаю. Загадка. Это загадка, ну, если 84 самоуправления кому-то присоединить, значит, на все эти 84 самоуправления будут эти 120 миллионов. Больше миллиона на одно самоуправление. Ну, нету таких административных средств, которые можно... Или если найдут такие, значит, в этих территориях ничего не останется. Вообще из администрации... Ну, вот то, что вы упомянули, например, Руцева и Ваня, да, ну, вряд ли там миллион удастся сэкономить. В каждой миллион экономия. Да. Ну, откуда? И если кто-то сказал, ну, есть, значит, ну, мы хотим видеть, что так и есть. Да. Понимая политиков, ну, в том числе и оппозиционных, и тех, кто даже не представлен в парламенте, говорят о том, что вообще столь серьезные изменения, ну, в принципе, необходимы согласия народа. Ну, понятно, что речь не идет о каком-то опросе населения, общественного мнения, выборочно, там, 10 тысяч человек, а речь идет о каком-то референдуме. Но я так понимаю, что сейчас со стороны правительства об этом никто не говорит, да, что они хотят вот обратиться напрямую к народу, к населению и спросить, как они. Этот процесс начали самоуправление сами. Я знаю, что их человек хочет... Уже, да? Да, узнать мнение своих людей. Есть еще самоуправления, которые в этом направлении работают, но абсолютно нормально было то, что не только те самоуправления, которых хотят присоединить, но и те, к которым кто-то хочет присоединить, тоже сказали бы свое мнение. Потому что еще не факт, что это им будет плюс, а не минус. Конечно, конечно. Может, это дополнительные трудности и проблемы. Но опять вернулись обратно там, что нужно знать эти плюсы и минусы. Нужно знать это все. Министр тоже говорил, что он сам посвятит всех самоуправлений после 14 мая. И в течение этих пяти месяцев я познакомился с мнением и думы конкретно, и жителей. Я прошлую пятницу министру тоже задал вопрос. Если пять месяцев, мы так считаем, ну где-то сто с лишним рабочих дней. Почти не выходит на каждое самоуправление один день. Если каждый день посетить другое самоуправление. Ну, серьезно, не серьезно. Но министр говорил, что есть эта рама срока. Да, есть определенные, да. Есть, который он должен вложиться. И нет вариантов. Вот такой вопрос, который я хотел задать. Ну, может быть, сторонники реформы могут вас упрекнуть в том, что, ну, самоуправление. Что вот вы, как бы, против или скептически относитесь к этому предложению от господина Пуца. Но вот сами ничего не предлагаете. И вам хорошо как есть. Вы ничего не хотите менять. Вас все устраивает. Ну, как мы часто слышим. Депутаты сидят на местах. Они, естественно, хотят оставаться депутатами. И поэтому любую реформу, которую бы вот ворам министерство бы не предложило, вы бы все равно сказали нет, мы против. Как на самом деле? Ну, мы знаем, что, во-первых, депутаты на местах, это не работа, это дополнительная работа. Они же не освобождены от основной работы. Не освобождены. Там и разные эти, конечно, какие-то деньги получают, зарплату. Но это очень маленькая зарплата. Там экономии не будет. Но то, что насчет сторонников, что вы ничего не предлагаете. Я предложил, например, тоже прошлую пятницу. И мы говорим, что есть вещи, которые самопределение могут делать в территориях побольше. Ну, это в региональном манштабе. Это, например, перевозка пассажиров. Это дороги смотреть в региональном манштабе. Это здравоохранение. Это профессиональное образование. Профессиональное образование. Смотреть, как это развивать в региональном манштабе. Но это первый шаг, который мы можем сейчас уже сделать. И тогда посмотреть, может, если в данный момент самоуправление слишком маленькое, может, функции нужно пересмотреть, уменьшить. В данный момент говорят, что если самоуправление сотрудничает, то это оказывается плохо. Самоуправление сотрудничает потому, что они хотят экономить свои средства. Например, около ЦЕСИС, там 6-7 самоуправлений сделали совместный волосной суд, делают совместные проекты, делают. Но это ведь хорошо, что средства уходят меньше и совместно работают. Это тоже экономия реальная. Конечно, есть и территории около городов, где, может, город хочет развивать предпринимательство, там не хватает территорий. А может, здесь нужно быстрее решение найти, как увеличить эту территорию и, может, рассмотреть отдельные вопросы. Да. И, конечно, мы смотрим за границей, что делается. Мы знаем, что, например, в Нордвегии самоуправления тоже делают реформу и объединяются. Но объединяются в том случае, если, например, у трех самоуправлений есть совместная цель развития в длительном периоде. Они обсуждают, они собираются вместе, понимают, что мы вместе три работаем и можем гораздо лучше сделать своим людям. Они это делают. Они таким образом, что, ну, не знаю, ребенок нарисовал дом и говорит, ну, вот в этом доме мы будем жить. Не дом, который делал архитектор, не дом, который все, ну, оприятийные. Да, расчеты. Расчеты все точно сделаны. И мы знаем, что этот дом будет долго стоять. Не как противники, не как, ну, мы все расчеты хотим видеть. Есть ли у вас в планах у Союза самоуправлений общение и с самим премьер-министром, при том мы понимаем, что как бы ответственный за реформу отраслевой министр господин Пуци, но мы знаем, что все равно решение принимается коллегиально, коалицией или правительством, потом сеймом. Может быть, имеет смысл общаться напрямую с господином Калинчем и попытаться ему пояснить, поскольку у меня создается ощущение, что он еще меньше знаком в силу ряда причин вот со спецификой латвийских регионов, чем господин Пуци. Не только есть такое, ну, такое мнение и цель общаться, но это наша работа, которую мы делаем каждый день. Мы даем свое мнение насчет всех законов, законопроектов, насчет проектов кабинета министров, это соглашение или нет. И в данный момент тоже мы сделали опрос, но те, которые мнение самоуправления нам дают, мы это будем рассказывать и обсуждать из кабинета министров и с премьером. Да, вот мы знаем, что министерство образования, пока не имея предыдущий министр, я так понимаю, что новый министр тоже, все время говорят об оптимизации школьной сети и, естественно, намекают на самоуправление. Сейчас, я так понимаю, что есть такой план, видимо, совместный у коалиции, что вот на фоне вот этой административной реформы заодно и закрывать какие-то вот школы, там, где, по мнению министерства, не хватает учащихся. Есть ли у вас информация на сей счет, потому что мы знаем, что пока в соответствии с законом все-таки школы учреждают самоуправление, и они решают вопрос, реорганизовывать их или нет. Нет. Самоуправление дали свои данные министерству образования, и сейчас мы ждем, какая будет реакция, когда все эти данные будут вместе собраны и обработаны. Самоуправление непрерывно, непрерывно укращают школы, уменьшают и работают опять, чтобы этот процесс образования был все качественнее. Мы знаем, что кто-то говорил из больших политиков, что как это может быть на 222 педагога больше. Оказалось, что и Министерство образования посчитало, что не больше педагогов стало, а меньше становится педагогов. За последние два года, по-моему, больше 300 педагогов стало меньше. Самоуправление непрерывно закрывает школы, закрывает там, где нет детей. Но если, например, нет детей в средней школе, то остается еще и до девятого класса. Детям тоже надо учиться, да? Детям нужно учиться. Детям нужно учиться. И, конечно, первый, четвертый вообще должен быть ближе к дому. И мы знаем, какая ситуация с теми же дорогами. Как перемещаться? Это самоуправление очень. И на сельской территории это очень большая проблема. Там, где нет дорог, везти детей, особенно осенью и весной, когда проблемы, чтобы ребенок вовремя попал в школу. Да, что процесс все время идет, и процесс это не так, что кто-то ждет. Но опять, это обе реформы нужно смотреть в моем месте. Вот давайте прием звонок. Думаю, что на эту же тему. Добрый день. Слушаем вас. Пожалуйста. Добрый день. Добрый. Сейчас маленькие самоуправления. До этого ликвидировали много почты. Брали банкоматы. Ликвидировали медпункты. Школу ликвидировали. Но это же прямой путь к вымиранию Латвии. Все что, должны в Ригу, в Лепае бежать? Спасибо большое. Я так понимаю, что это мнение не единственное такое. В данный момент тогда нужно сказать, как мы видим развитие сельской территории. Конечно, люди концентрируются в Риге, в больших городах, в больших центрах. Но что остается с остальной территорией? Как эта территория будет развиваться? Мы знаем, что Рига и около Риги вся территория развивается даже быстрее, чем в среднем ИКП в Европе. Но мы знаем то, что происходит в регионах. Притом я так понимаю, что эта реформа, наверное, еще делается без учета особенностей. Мы помним, что еще предыдущее правительство говорили, что надо больше уделять внимание в свете известных причин Латгалии. Сейчас уже такого подхода нет. Сейчас какой-то общий подход, я так понимаю. Ну, подход общий, мы не знаем. Опять этот вопрос остается открытым. Конечно, мы не знаем. Если вы говорите, что нет такого подхода, нужно, наверное, уточнить. И много вопросов остается, где нет ответов. Да. Ну, мы знаем, что такое недавно министр господин Пуца принял такое, ну, в какой-то степени сенсационное решение. Конечно, ожидаемое, да, но сенсационное решение об отстранении мэра Риги. И многие усмотрели в этом, ну, кроме других причин, усмотрели в этом еще такой шаг устрашения руководителей других самоуправлений. Смотрите, вот движется реформа. Будете себя плохо вести, ну, и вас снимем. Ну, я как бы чуть утрирую, но есть такое мнение в куварах. Да, это очень такая огромная ответственность, что министр взял на себя одного, не только руководителя самоуправлений Латвии отстранил, но это один из 28 руководителей столиц Евросоюза. И, конечно, наверное, ситуация такая, что уже сегодня, что министр, мы знаем, что говорит министр, мы знаем, что говорит отстраненный мэр Риги, и, наверное, правильное решение дождаться решения суда. Да, у нас уже другой ситуации нет. Но если можно было немножко обратно вернуться, то, может, целесообразнее в данный момент, если все то, что говорит министр правильно, то, может, ему нужно было использовать еще перед этим один такой шаг, созвать заседание Думы Риги и объяснить депутатам Риги, и чтобы решение приняли, во-первых, депутаты, чтобы знали. И если так, тогда, ну, тогда, может, и второй шаг, что он сделал сейчас. Но в данный момент никто больше не решит, мы можем только поговорить на эту тему. Должен суд сказать правильное решение. Но еще, по-моему, суд должен был быть очень быстро, чтобы не было никаких спекуляций ни со мной, ни с другой. Конечно, это то, что мы хотим знать, ну, не завтра, но очень быстро мы должны были это знать, чтобы не было спекуляций. Если вот, возвращаясь все-таки к региональной реформе, вас бы спросили, ну, хорошо, мы понимаем, что, с одной стороны, правительство провозгласило административную территориальную реформу как один из своих приоритетов, поэтому мы реалисты, мы понимаем, что, ну, завтра они не скажут, ну, нет, мы пошутили, ничего такого не будет. Поэтому, что правительство, господин Пуцци, будут в этом направлении двигаться. Вы это тоже понимаете, с одной стороны. С другой стороны, наверное, сам господин Пуцци сказал, что реформа не высечена в камне, ну, дав понять, что какие-то изменения могут быть. Вот на ваш взгляд, может ли, надеетесь ли вы на то, что будет найден, не знаю, какой-то разумный компромисс? Может быть, самоуправление внесет свои предложения к этому проекту? Потому что очевидно, что если вы скажете, нет, нам это не нравится, мы обсуждать не будем, то диалога не будет. Ну, самоуправление, ну, дают свои предложения. То есть нет такого, что вы просто против этого? Задали очень много вопросов или характеризировали ситуацию. И прошлую пятницу, когда, ну, я считаю, что было первое такое обсуждение большой степени. Когда министр первый раз сказал, что, ну, такая территория будет, тогда мы вроде не знали. Не знали, ну, какая карта будет, какие условия, все остальное. Ну, и нужно сказать, что и медиа наши, этот первый шаг, ну, гораздо больше были, чем, например, там уже, где начинается обсуждение. И я считаю, что в это время, пока идет весь этот процесс, ну, интерес массовых медиа, ну, не должно пропадать. Все время нужно, нужно держать руку на пульсе, как и самоуправление это будет делать. И, например, та же самая война воды. Ну, как мы будем решить вопрос, чтобы какое-то представительство, даже если сделать, ну, такое огромное самоуправление, было в этом самоуправлении. Буувалды, та же самая Лепа я говорила. Они говорят, ну, наверное, наши помещения будут уже, ну, маленькие. Какие средства нужно, чтобы переделать, может, делать больше нужно будет. Это никто не знает. Это все ответы, которые, ну, они отрывать нельзя от этого процесса. То есть, кто это видит, фактически получается, что все эти расходы надо же каким-то образом погашать? Погашать и, ну, во-первых, знать, сколько это будет стоить. Во-первых, сказать. То есть, пока цифра таких расчетов... Ну, нет, цифр мы знаем, что нет. Есть цель и все. А вообще, вот, если так положить руку на сердце, как вам кажется, реально вообще вот за эти время, очень небольшое, это получается сейчас уже, ну, вторая поляна апреля, ну, фактически, ну, за два года, будем так говорить, до выборов самоуправлений, осуществить столь масштабные изменения. Конечно, летом уже, точнее, я сказал, но мне, ну, такой, я чувствую, что есть спешка. Во-первых, некачественный, ну, этот первый документ, ну, может, может, министерство работает, предложит, снимет все вопросы. То есть, ну, по существу подождем, как это все дальше будет происходить? Нет, будем работать, не будем ждать, но все время будем работать и, конечно, задавать, и получать ответы на все вопросы. Ну, да, в том числе, я так понимаю, что надо бы получить ответ, а что дальше будет с теми же локальными дорогами, от того, что мы по-другому нарисуем территории, ведь новые дороги не появятся. То, что вы сказали в самом начале, ну, что такое 100 километров? Это ничего, если там тысячи километров, я так понимаю, плохой дороги. То есть, там нужно сотни миллионов? Ну, мы знаем, что, конечно, дороги нужны. Если мы собираемся, например, школу закрывать, а если до той школы, математически или, не знаю, по карте, можно эту дорогу нарисовать, и что все дети пойдут там. А реально, как дети могут добраться? А реально, может, там даже нет нормальной дороги в этом месте. И как они доберутся, да? Я знаю, что это исследование, которое Иоанн Турлай сделал, там не были учтены местные дороги. Там нет этой позиции. А ведь это ключевая позиция. Ну, тоже ключевая. Но опять, это исследование, как само по себе, ну, неплохое, но там тоже не хватает. Мы знаем сегодня, что опять, ну, с компанией Иоанн Сурлайс, Иоанн Каршадент, уже заключили договор за 140 тысяч, что до следующего года он опять, ну, сделает предложение до следующего года. А может, это предложение нужно сейчас и потом делать только карту? Это тоже не знаю. Да, интересно. Ну, что ж, будем надеяться, что все-таки ответы на эти вопросы, которые важны не только вот вам, как предстоит своего управляя, а самое главное, жителям, населению вы хотя бы, не знаю, летом получите, чтобы жители тоже знали, а что их вообще ждет в этой ситуации. Ну, я не знаю, как министр сможем встретить летом, если он сейчас будет больше 100 дней каждый день в другом самоуправлении. Потому что он говорил, что посетить всех самоуправлений. Ну, может быть, тоже неплохо. Наверное, час, очевидно, но очень мало на каждое самоуправление. Думаю, что да. Ведь вопрос очень серьезный. Потому что нужно общаться и с представителями самоуправлений, и с самими жителями. Так, я понимаю, это было бы логично. Потому что ведь еще вопрос, ну, мы не успели просто обсудить, нет времени. Еще вопрос, и вот мы уже образование обсудили, и медицины. Тоже ведь вопрос актуальный. Я так понимаю, что вот не хватает медиков на местах. Вот мы знаем, что в Стайцел, например, там нет семейных врачей. Одна, по-моему, была, ушла на пенсию, да? Да, там большая проблема. То, что слушательница говорила, что банки, автоматы, ну, банковские. Нет. То есть, в многих местах нет. То есть, фактически получается, что пенсию даже человек не может свою выбрать, ему надо ехать куда-то в город, чтобы снять с банкомата. Мы знаем, как люди живут, конечно, дети помогают. Дети помогают, берут у родителей эту карту и привозят деньги, чтобы родители могли жить там. Да, если бы не дети, да. Это большая проблема, и нельзя оторвать развитие государства. Точно нужно сказать, как будет развиваться и сельская территория. Потому что, ну, мне кажется, сельская территория – это основа основ страны. Конечно. Мы же должны понимать историю тоже. Согласен с вами. Спасибо большое, Генскаминский у нас был в студии и руководитель Союза управлений.